Всем привет, друзья, с вами Вальтер и Панк Студия Коробок 1.1. Ну что ж, друзья, постепенно втягиваемся мы в рабочий год, 2024. Я тоже пытаюсь втянуться, точнее я уже втянулся на полный штык. У меня основная работа просто, короче, меня вот так вот уничтожает, но я терплю. Сегодня вот пятница, я закончил обычную работу. К чему несказанно счастлив и рад, и наконец-то нашел время, чтобы обустроить новую локацию в студии. Думал я о ней несколько месяцев, вроде бы ничего сложного, но сделать давно надо было. Потому что я уверен, что многие зрители из нас, точнее, многие зрители из вас, да и из нас, ну то есть я лично, скучают по уютной ламповой панк-студии Коробок и по прекрасному году, 2022, когда мы записывали огромное количество видосиков с Комнатным Рыцарем. Не переживайте, скоро большое видео совместное на полтора часа аж. Вот, скоро будет, я монтаж практически закончил. Так, еще был у меня на бусте такой небольшой постик про то, что можно было задать вопросики, и, соответственно, на эти вопросики я бы вам ответил. Ввиду того, что вопросов всего три, я как раз решил опробовать новую, так сказать, локацию для съемок, для съемок, в первую очередь, шорцев, вертикальных видео, поэтому видосик вот такой вот. Вот, быстро, сейчас отвечу, там два вопроса от Одноклубника, один от подписчицы, ну-ка, смотрим. Так, какой фестиваль больше всего запомнился в прошлом году, кроме 13-го города, конечно же. Наверное, самый крутой вариант был все-таки именно 13-й город, но 13-й город Рождество, который был в Сент-Эндрюсе. Это действительно было классное мероприятие, и видеоотчет, и рассказ про него тоже скоро выйдет. Я уже практически все подготовил, и вообще, типа, про 13-й город мы будем говорить много. 13-х городов было аж три. Большой фестиваль и две площадки зимой. Так, дальше. Смотрим. И вопрос, какие надежды и опасения на 2024-й? 2024-й будет тяжелым годом, как, блин, и все остальные. На самом деле, ждем большой и интересный сезон, будет очень сложно для клуба, лично для меня, но я надеюсь, что будет интересно. Как всегда, попробуем что-то новое. Клуб в ближайшее время узнает вообще о всех глобальных планах на следующий год. Вот, как-то так. Так, и еще один вопрос нам был. Каких ремесленников... Вальтер, какие еще ремесленники... А, господи. Вальтер, каких еще ремесленников ты бы хотел видеть на своем фестивале, кроме Мэтра Фифи? К слову говоря, Мэтр Фифи у нас уже на фестивале будет. Вообще, я хочу сделать Глаш Атея Вин. Недавно был стрим, я как раз читал статут про него и разбирал его. Еще хочу, конечно же, добавить большое количество разных ремесленников, о которых многие не задумываются. То есть, там, каких-то производителей всяких мелких вещей, там, начиная от мастеров как раз изготовителей шапок до изготовителей четок из кораллов, плюс разные, знаете, стритфуды, фастфуды, как называть, как хотите. В общем, разные точки с готовкой и вообще куча мелких разных ремесленников, а также больших ремесел типа токарных станков. Вообще, конечно, планов на следующий год очень много. Будем пробовать, реализовывать. Не знаю, что получится. Хочется сделать многое. Сколько всего выйдет, понятия не имею. В этом году планы были огромные, но, например, на канале практически полгода я стабильно не мог работать, поэтому набралось на канале 9000 зрителей. Кстати, спасибо вам, что вы есть, друзья. Я очень рад. Впереди 10 тысяч, очень жду. Стараюсь. Будет выходить новый контент, будут новые видосы. И на этот год попробуем набрать до 20 тысяч. Каждый год по десятке. Наберем больше, будет круто. Но лучше я не буду ставить прям огромные цифры, потом расстраиваться. А наберу сколько наберу и порадуюсь вместе с вами, потому что буду делать новый контент. Ну и спасибо всем, кто поддерживает меня на Boosty. На Boosty выходят новые ролики. В эту субботу следите за каналом. В субботу или в воскресенье. Наверное, в субботу будет все-таки часть материала выходить за каналом в телеге или на ютубе. Будет интересно. По крайней мере, я вам покажу анонсы того, что будет в эту субботу. Прямо в субботу. И надеюсь, что вы сможете насладиться новым видеоконтентом в ближайшие несколько дней. Видеоконтентом, который я буду делать в субботу. С очень интересными людьми. Ну что ж, друзья, с вами был Вальтер. Такое внезапное быстрое видео, ввиду того, что построена новая локация внутри студии. Надеюсь, вам было интересно, забавно. Если вы старый зритель, который помнит панк-студию Коробок, обязательно напишите об этом в комментариях. Ну и да, с наступающим Старым Новым Годом. Давайте, друзья, всем пока. Фландрия и Лев. Фландрия и Лев.